А ты знаешь, что такое эвакуация? Эвакуация, когда надо за Инной Валерьевной идти. Маленький Игнат точно знает, что в случае любой опасности надо быть рядом со своим воспитателем. Ведь именно та самая Инна Валерьевна после сигнала тревоги выводит своих подопечных за территорию сада и обязательно по итогу всех пересчитывает. Учебные тренировки в детском саду номер 41 проводятся два раза в год. Главная задача, как говорят педагоги, научить детей сохранять спокойствие и в течение трех минут покидать стены садика. Именно такой норматив диктуют сотрудники МЧС. В образовательном учреждении к таким испытаниям готовы всегда. Мы проигрываем на физкультурных занятиях, мероприятиях, как нужно проползать. То есть это все в игровой форме, детям очень интересно. Мы рисуем, мы рисуем пожарные машины, детям очень нравится. Особенно мы рассматриваем, естественно, наглядности, наглядные пособия, картинки. Руководители вывели 183 воспитанника детского сада за территорию без особых проблем и паники. В норматив мы уложились. Тем временем пожарные уже тут как тут. Слаженно ликвидируют условный очаг возгорания. Согласно плану программы развития детского сада, определенный пункт противопожарным антиритеррористическим мероприятиям посвящается детям. Ведутся занятия, открытые занятия. Приглашаются даже, ну и инспектора приглашались, также с привлечением мы рассказывали и во время пожародействий. Кроме автоматической пожарной системы, в саду номер 41 приняты и остальные меры безопасности. На стенах схемы эвакуации и огнетушители. Работает аварийный свет. Запасные выходы прямо в группах. А ручки дверей расположены так, что даже дети смогут до них дотянуться. Напомним, месяцем ранее специалисты мэрии проверили абсолютно все школы и детские сады. Крупных и серьезных нарушений не обнаружено. Но работы в этом направлении не останавливаются. В этом году новые АПС будут закуплены для 29 образовательных учреждений. Во многие сады и школы также приобретут новые противопожарные двери. Максим Яковлев, Новости на Восьмом.